ОМТВ Юэй про Головне. И что бы нам хотелось сказать этой власти. Вы посмотрите, какие у**ки, когда мы там воюем, да? Когда мы гнием в окопах, они с**ки носят на жопе 23 миллиона. И они хвалятся этим. Это вообще как понимать? Товарищ Путин, товарищ Шойгу, это как понимать? А? Мы что за этих п**ки тут с**ки в окопах сидим? М? Вы нам ответьте, когда у нас конец срока? У зэков есть конец срока. Вы милуете, с**ка, блядь. В***чих, на**ки. Убили насильников и так далее, блядь. Мы уже полтора года здесь с мышами в окопах гнием, блядь. Когда в***ка это закончится? Путин, блядь, в рот, блядь. Шойгу, с**ка. Когда все это закончится? У нас, блядь. Где наша, с**ка, армия, блядь. Про которого нам п*****ли столько лет, блядь. Я поддерживаю этого пацана Саню, который осмелился, блядь. И высказал все, он, блядь. Где, с**ка, наша армия? Путин, блядь. Шойгу, с**ка. Где наша армия, блядь. Мы вот за этих у**ки, что ли, там, воюем, блядь. За эту Киркорову Филю, блядь. Явлееву эту, Собчак эту вашу родственницу, дырявую в рот, блядь, всю, с**ка. Вы чё творите, блядь, а? Твари, е**ые, с**ка. У вас тут корпоративы, блядь. Вы отдыхаете, тусуетесь. Это чё, с**ка, вообще? Как это понимать, блядь? Мраку, с**ка. Вы доведёте, мы в натуре выйдем с оружия, и мы вас всех на**ки переуберем. Что вы знаете? У меня вымогали. Деньги били меня. Второго числа. До этого мы сняли с ребятами видео. Видео подтверждения. Видео моих синяков, побоев. Что меня били. Что вымогали. Ребята сняли видео, что вымогали у них деньги. Что били их. Второго числа. Ага. Наш командир. Командир Шторм-Зета. Узнал, что мы сняли видео. И в тот же день он, скорее всего, не скорее всего, а он предпринял действия. И начал разыскать всех, кто снялся на видео. По рации мы это услышали. И решили не дожидаться отб***ния. Тут могли не только иб***ть, и уб***ть. Прикиньте, вот мы 26-го числа здесь находимся, нам б***ть офицеры врали на б***ь лицо, что мы терробарона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышат. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение, б***ь, что мы... Мы с дружно уедим, мы не терробарона, мы сейчас только об этом... Мы автоматы еще даже не видели. Автоматы не держали, б***ь. Автоматы не держали две недели. Вообще, сегодня пришли на полигон пометать гранаты, б***ь, сказали, гранат нет, не дали даже автобус назад, мы пешком с полигона, б***ь, пришли сюда. 10 километров. Назад, 10 километров, б***ь. Оттуда пришли сюда, б***ь. Как по моему целью офицерами, б***ь, воевать, б***ь. Они продадут там же, на б***ь, на Украине, б***ь. Не б***ь, б***ь. Бандеры накрыли дважды наши построения. Каким же надо быть идиотом? Проводить построения в зоне действия дальнобойной артиллерии противника и их выросистем реактивного залпового огня. Будет ли вообще трибунал? Им помогает весь мир, поэтому стремительного какого-то прорыва ожидать не стоит. Сейчас наши парни при поддержке артиллерии завязался очень серьезный бой в городе, потому что противник непосредственно там заливался бетоном, готовил фортификационные сооружения. И сейчас, в принципе, там ситуация не такая простая, что они рассказывают о том, что у них нет вооружения, им недостаточно снарядов. Все у них есть, у них прекрасно работают бплашники. Говорить о том, что сейчас они где-то поломаются, нет. Они будут так же копать, они так же будут укрепляться, у них есть на это прекрасно все возможности. Ну вот как-то настало время вроде как подвести итоги. Вот все это на самом деле сплетается воедино, все эти темы. И то, что нам будет, и то, что было, и судьба Мурза. И давайте посмотрим, что говорили накануне разные лица. Горячая война, мы Украину поберем за два дня. Чего ее побеждать-то? Киев будет взят так быстро, полтора-три дня. Два дня, потом падение города. Броль поднимем, и Украина поймет все. Ну, возьмем Киев. Помните все эти настроения? За два дня, прочее-прочее. Вот такие вот шапки закидательские. Опять-таки, другая еще новость, тоже печальная. Бандеры накрыли дважды наши построения, наши плотные, так сказать, плотные групповые цели. Первый раз это было у села Тордовское. Там 36-я бригада выстро была построена в ожидании приезда там, сказать, генерала. Именно туда ударили кассет, по-моему, это были кассетные боепри... Простите, это были хаймерсы. Вот это построение было вскрыто с помощью дрона, так сказать, дрона вражеского. И, соответственно, та сторона, люди стоят в трое. Туда, и там три рота стояла. 36-я бригада. Там очень-очень много жертв. Я не знаю точное число, говорят, за 60. И спустя два дня, нет, полторы суток не прошло с этого события. Уже на Херсончике, на Херсончике, на Херсончике, простите, у села Подкалиновка. Там тоже выстрелили для награждения на полигоне. Выстрелили бойцов там, ну, и комсостав. Морских пехотинцев, мотострелковые бригады, и от Ирийского самоходного полка. Естественно, они, опять же, были засечены с вражеского дрона, и туда пролетели те же Хаймерс, кассетные боеприпасы. И там очень-очень многие полегли. Я вот думаю, слушай, вот, каким же надо быть идиотом, чтобы давать команды на построение. Я говорю о наших командирах вам пасть никогда, да? И о тех, кто отдает приказы, кто его выполняет, чтобы в зоне проводить построение, в зоне действия дальнобойной артиллерии противника и в его систем реактивного залпового огня. Понимаете, я не знаю, каким необучаемым надо быть, чтобы маниакально продолжать эту политику построения. Нет, я служил в советских вооруженных силах, я маразму не удивляюсь, то, что видел, как он там процветает. Но это же война. А будут ли вообще трибуналы над теми лампастниками и подчиненными их, кто, собственно, отдавал приказания на построение людей, на построение людей в опасной зоне, будут ли работать особый отдел, вот если же в армии военные, это контрразведка, да, это, собственно, занимается, еще при Сталине был он создан, чтобы контролировать командиров, чтобы они совсем от безнаказанности и от власти на жизнь и смертью людей не исходили с ума, не впадали в самодорство. Вот был бы особый отдел. Есть военная прокуратура, она сработает. Граждане Шойгу, Герасимов, они напишут приказ о запрете построений в зоне действия дальнобойной арты, в условиях действия дронов и спутников тоже, когда все это онлайн попадает на планшеты, так сказать, в управляющие центры воруженных сил Украины. Потому что, видимо, она рассчитывает на соображалку самого большезвездного начальства не приходится. И здесь нужны, кстати говоря, еще показательные трибуналы. Вот эту спесь высокого армейского начальства, вот это самодурство, и надо лечить очень-очень жестокими методами. Привет, парни! За Родину! Что касается плана победы, можно с уверенностью сказать, что это план превращения войны локальной в войну, глобальную войну между Россией и НАТО. В плане есть пятый секретный пункт, который Украина озвучит только после войны. Речь, вероятно, о взыскании репараций с Россией. Хотят возобновления контактов с Москвой по вопросу реального восстановления мира.